Здравствуйте, Ирина Васильевна. Здравствуйте. Экономика Беларуси находится на траектории восстановительного роста и демонстрирует устойчивость и адаптивность к внешним шокам в непростых условиях внешнего санкционного давления и торговых ограничений. И результаты этого года закладывают базу, от которой мы отталкиваемся при прогнозировании и реализации задач 2023 года. В этих условиях обсуждается бюджет, и сегодня депутаты рассматривают законопроект о республиканском бюджете на 2023 год, в первом чтении. Это событие вообще. Каждый год это, можно сказать, мобилизует экономистов, чтобы они каким-то образом объяснили, что будет в новом году и каков бюджет. Ну, это как бы событие экономического финансового плана, скажем так. Многие, может быть, жители и не замечают, и не обращают внимания на то, что происходит сейчас. Вот указ президента был позавчера, по-моему, по бюджету и по программе социально-экономического развития на 2023 год подписан указ. Я столкнулась вчера даже с тем, что не все мои преподаватели знают. Новая редакция Конституции там в первой статье зафиксирована. Обращаю внимание, это важно, потому что все начинают восхищаться Казахстаном, что они взяли социальную ориентацию. И у меня возник, так сказать, ну, я не спорить стала, а стала объяснять нашим преподавателям, что в первой статье нашей Конституции записано, что мы демократическое социальное государство. И правовое. Да, правовое. И обращаю ваше внимание, что именно социальное, не социально ориентированное, рыночное, как было когда-то, а именно социальное государство. Поэтому все восхищаются то, что есть за рубежом. Я говорю, а мы, в принципе, живем давно в этой системе координат социального государства. И поэтому, соответственно, вот даже то, что вы, наверное, слышали, повышаются с 1 декабря пенсии. Это тоже социальный момент, так сказать. Ну и, соответственно, тот бюджет, который принимается, мы никуда не можем уйти от социальности. И сразу хочу обратить ваше внимание, еще до того, как мы будем говорить об экономических показателях, там было сказано, что вырастут реальные доходы. А реальные доходы, многие скажут, ну что они растут? Растут цены. Дело в том, что реальные доходы, они корректируются на цены. То есть это не то, что вы, так сказать, получаете на руки, а это скорректировано с условием роста цены. И, соответственно, таким образом и будет идти корректировка вашей заработной платы. Вот в этом тоже заключается социальность. Ну и то, что на новую траекторию роста выходит наша экономика, это связано с чем? И вообще у нас же проблемы были в середине года, и в начале года были проблемы. А в планах социально-экономического развития на 2021-2025 год у нас стоит цифра 121% за 5 лет мы должны дать. То есть на 21% должен увеличиться наш воловой внутренний продукт. Соответственно, поделить на 5 лет, это получается чуть более 4% мы должны давать ежегодно, чтобы выйти на вот этот параметр. Если посмотреть на прошлый год, он не совсем удачный у нас был, ну мы где-то близко к этому показателю были, но все-таки мы не вышли на этот показатель. Следующий год планируется, что у нас будет рост 1,04 десятых, то есть 104% или иначе говоря, 4% мы должны получить. Ну это непростая задача, но она решаемая, и это чтобы вот слушатели нас слушают, думают, ну вот очередной раз говорят нам там, как говорят, по ушам ездят там, и так сказать, этого не будет. На самом деле, значит, чтобы вы связали те события, которые сейчас происходят, к нам приехали, ну уже несколько раз приезжали губернаторы различных областей Российской Федерации. А для чего они приезжают? У них практически область равна, вот, например, недавно приводили пример, Иркутская область, Три Франции. Вот, не говоря, Приморский край тоже какой, приезжал вот Кожемяка, руководитель губернатора Приморского края. Поэтому они приезжают сюда для того, чтобы заключить контракты на поставку нашей продукции. У нас же в чем заключалась проблема всегда, и вот почему мы иногда не выходили на эти параметры, и вот в частности вот по прошлой пятилетке не все там так хорошо у нас сложилось, не все параметры и показатели мы выполнили. Это связано с тем, что мы вообще, если нас характеризовать экономическими терминами, мы малая открытая экономика. Это не просто мне так хочется сказать. Малая – это термин экономический, это значит, наша экономика не может влиять на мировую ставку процента. Почему важно это влияние? Потому что от мировой ставки процента зависит рост мировой экономики. Будет расти мировая экономика, будет расти и наша. Уже другое дело, в какой пропорции и как, это уже другой вопрос. Всего три больших экономики считается в мире, которые могут оказать влияние на ставку, на мировую ставку процента. Это Европейский Союз, это совместно все 28 стран, это Соединенные Штаты, это Китай. Вот всего три больших экономики. Остальные все воспринимают ставку процента как данную. Поэтому вот мы малая экономика. Открытая экономика, потому что мы более 50% продукта, который мы производим внутри страны, мы отправляем его на экспорт. И многие говорят, а давайте не будем отправлять, как мне задавался один раз, я читала лекцию, задавался вопрос, а давайте, вот дословно привожу, останемся маленькой чистенькой республикой, ни с кем не будем сотрудничать, и будем развиваться. Невозможно сейчас развиваться. Мы не все производим, это во-первых. Во-вторых, если вы хотите отрезать экспорт, сразу на 50% сокращаются рабочие места. Ну, грубо так. На 50, по-моему, 6 у нас от валового продукта составляет экспорт. А это рабочие места. И поэтому, когда я сказала, что губернаторы приезжают сюда к нам, заключают контракты, значит, это свидетельствует о том, что наша экономика будет работать. Будет работать сельское хозяйство, будет работать обрабатывающая промышленность, будет работать машиностроение. Вот по лифтам заключили большое соглашение с Россией, потому что, да, у них есть и свои предприятия, которые производят лифты. Но Россия – это очень емкий рынок. Это рынок практически, если совсем недавно где-то 142 миллиона, то вот в связи с тем, что присоединились области, там уже более 150 миллионов человек проживает на территории Российской Федерации. Поэтому это для нас очень емкий рынок. И, соответственно, это сохраняются наши рабочие места. Это значит, не будет безработица, ну, не то, что совсем не будет. Когда нет безработицы, это тоже плохо. Значит, безработицу, ну, в таких приемлемых размерах, там, 1-1,5-2 процента. А, в принципе, тот, кто хочет иметь работу, он будет иметь работу, потому что наши предприятия будут работать. Ну и, конечно, под бюджет подводится серьезная правовая база. Накануне в овальном зале прошла встреча депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики с премьер-министром Романом Головченко и членами правительства. На заседании также вынесены законопроекты, кроме бюджета, об изменении законов по вопросам налогообложения, о бюджете Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Таким образом, прошло нулевое чтение республиканского бюджета как представление правительством в парламенте основного финансового документа страны на следующий год. И, конечно, мы говорим, что вот это дает нам основание, скажем, опираться вот на эту правовую базу. Да, безусловно, на эту правовую базу. Но обращаю внимание, что вот Головченко вчера выступал, наш премьер-министр, и он сказал, что если мы хотим выйти на эти 4%, то, в принципе, нам даже еще и российского рынка чуть-чуть не хватает, нам нужно нарастить. Ну, например, вот стоит вопрос, и, кстати, он не новый вопрос, о том, что мы можем частично свой экспорт ориентировать на африканские страны. Да, безусловно, я помню, когда где-то в 2011 году мы тоже вырабатывали стратегию по работе с африканскими государствами. И многие тогда российские экономисты, я помню, давала интервью, интервью прошло, значит, и увидели в России. Мне мои коллеги звонят, говорят, куда вы идете, у них же нет денег. С одной стороны, они правы, это действительно бедные государства. Смотрите, как работает Китайская Народная Республика с африканскими странами. Во-первых, считается, что Африка – это тот континент, на котором больше всего стран расположено по отношению ко всем другим континентам. 55 стран. Значит, эти страны, они чем богаты? То есть, если у них нет денег, и, в принципе, они на протяжении последних 200 лет были ареной между усобицей среди крупных, ну, на тот момент, капиталистических стран. Значит, а после Второй мировой войны, вплоть до 60-х годов, это была арена борьбы, противостояния между СССР и Соединенными Штатами. Когда Советский Союз развалился, то интерес, как бы, Россия потеряла к этим странам, и потеряли и Соединенные Штаты. Хотя неправильно. Значит, Китай, он, начиная с 70-х годов, подчеркиваю, еще когда был Мао Цзэдун, они взяли курс на осваивание Африки. И первый проект у них был в начале 70-х годов, они в Танзании построили железную дорогу. Ведь вы понимаете, одно дело, если иметь полезные ископаемые, а другое дело, как их вывести. И возникает вопрос, нужна инфраструктура. Так вот, китайские наши, можно сказать, коллеги, та страна, которая является нашим стратегическим партнером, правильно взяла курс на освоение, на построение инфраструктурных объектов. И так как нечем было рассчитываться этим странам, то рассчитывались, ну, это не значит всегда, но, как правило, рассчитывались полезными ископаемыми. А сейчас, когда мы знаем, что в первой четверти 21 века идет борьба за ресурсы, которых не хватает, вот многие думают, смотрят на Украину, значит, ах-ах-ах, там ахают, охают, они не понимают, что это борьба не за права человека, это борьба за ресурсы идет. Потому что на сегодняшний день, когда я сказала, что рухнула колониальная система в начале 60-х годов, у европейских стран нет своих источников сырья, это раз, второе, нет своих колоний, колоний-то уже нет, и поэтому богатая на природные ресурсы Украина, ну, хотели ее использовать в качестве поставщика сырьевых ресурсов. Вы не забывайте, там очень плодородные земли, там есть уран, на который смотрят прежде всего французы, у которых много атомных электростат. Да, американцы, у них все урана нет. Да, да, да. Ну, мы не будем, у нас не этот вопрос как бы стоять, просто я показываю, что ресурсы играют большую роль. Нам, в принципе, ресурсы, ну, постольку-поскольку, они, конечно, и нам нужны, но, может быть, не в таких объемах, как, например, может быть, России, Китаю, Соединенным Штатам, но, тем не менее, мы можем выступить, заниматься с ними расчетами, они могут тоже рассчитываться полезными ископаемыми, а мы потом будем реализовывать эти полезные ископаемые, которые будут уже нашей собственностью. Может рассмотреть такую конфигурацию расчетов, но, во всяком случае, нужно искать новые инструменты, новые финансовые инструменты, как можно работать с этими странами. Почему? Потому что, в принципе, не надо забывать, что очень плодородные, ну, есть регионы с очень плодородной землей в Африке, и, соответственно, большинство стран – это сельскохозяйственные направленности страны. А мы производим и трактора, мы производим и комбайны, и, соответственно, мы можем поставлять вот эту продукцию, так сказать, им. А взамен уже тут нужно смотреть, что нас интересует. Если не нас, может быть, интересует Россию, мы покупаем, перепродаем России там и так далее, или, так сказать, каким-то другим странам. То есть нужно искать механизмы. Ну, в Африку надо идти, потому что я вам сказала, что вот китайцы очень интенсивно осваивают, и вы же не думаете, что они не прагматичные люди. Они достаточно прагматичные люди. Они строят там не просто инфраструктуру, целые города строят. А раз население начинает жить богаче, то, соответственно, оно будет испытывать потребность. В мебели, которую мы производим, и у нас древесины много, будут испытывать, как я сказала, потребность в продуктах питания, и они любят наши продукты питания. Кроме того, мы имеем уже опыт, значит, такого взаимодействия. Вот в Египте, не знаю, как там проект этот реализуется или нет, но было заключено соглашение, что там будет работать совместное предприятие с египтянами по производству наших тракторов, то есть как бы совместное предприятие. Если опыт успешный, может быть, попробовать его распространить на другие страны. Это позволит продвинуть нашу продукцию. Елена Васильевна, основные доходы бюджета традиционно формируются за счет налоговых поступлений. И, как показывает текущий год, идут платежи не так плохо, как казалось изначально, то есть во второй половине дня получше стало. Для того, чтобы иметь дополнительные источники финансирования, предлагалось поднять ставку налога на прибыль с 18 до 20 процентов. Вы слышали об этом? Ну, я слышала. Это пока обсуждается. Я думаю, что не надо. Нужно создать преференциальные условия для нашего бизнеса и посмотреть, какая ставка налогообложения в странах, с которыми мы интегрируемся. И если у нас ставка будет низкая, то вполне возможно, мы будем привлекательны для того, чтобы в нас малый бизнес, пусть даже не крупный бизнес, а приходил к нам зарубежный частный бизнес и вкладывал свои средства. Тогда будет переток капитала. Да, будет переток капитала, и, соответственно, у нас будут появляться и рабочие места, и поступление в бюджет. И не надо кошмарить наш бизнес, потому что, в принципе, если мы посмотрим на структуру нашего ВВП, на структуру экспорта, то 50% экспорта дают частные предприятия, значит, и 40% ВВП дают тоже частные предприятия. Поэтому, если мы начнем повышать там ставку на прибыль, ну, это может быть не так здорово. Нужно попробовать изыскать другие источники. Я понимаю, что в бюджете там, наверное, не могут полностью закрыть бюджет, поэтому вот и предполагается такое решение. Но нужно посмотреть, значит, на то, что если мы не повысим, насколько нам нужно увеличить количество предприятий, чтобы пополнить бюджет. Соответственно, зная, сколько предприятий мы хотим получить, нам нужно в какую-то сферу выделить и создать там суперпреференциальные условия, вот как мы сделали с парком высоких технологий. Да, и интересно, что нашли сейчас. Вот достигнуто соглашение с Россией о единых правилах и принципах взимания косвенных налогов. Это означает, что белорусы будут получать, так же, как и российские нефтяные переработчики, обратный акциз по единым правилам. Это составит добавку к доходам, и, пожалуй, 2 миллиарда точно будет рублей. И в числе других мер, например, заимствование закроет дефицит бюджета, о котором вы говорите. Да, безусловно, и это тоже, этого же мы долго добивались, Россия не шла когда-то на эти условия. Но вот, в конце концов, она поняла, что это будет хорошо и нашей стране. И, кстати, нужно подчеркнуть, что именно за счет России, ведь многие горячие головы говорят, зачем нам сотрудничество с Россией. Вот, мы очень сильно зависим от России. И это наш рынок. Вот если тот, кто говорит, что раз мы зависим, давайте все отрежем. Ну, отрежьте, будет безработица. И что будет? Мы получим то, что получила Прибалтика. Население, молодежь уезжает, а сейчас в Эстонии ставится вопрос, а зачем там три университета, если нет промышленности и молодежи нет? Никто туда не едет поступать. Да, ну, интересно, что как раз ставится задача развить положительные тенденции в экономике 2023 года. Прогноз социально-экономического развития сформирован как раз исходя из целевой задачи выхода на параметры экономического роста, предусмотренные программой социально-экономического развития на пятилетку. И вот вы правильно упомянули указ президента от 28 ноября. Так вот, рост волового внутреннего продукта планируется на 103,8%, а рост реальных располагаемых денежных доходов населения 104,1%. Инвестиции в основной капитал 122,3%. Рост экспорта товара и услуг 105,5%. Вот цифры, которые поставлены как плановые цифры. Ну, мы же с вами говорили, все правильно. Вот, например, рост экспорта 105. Если мы будем сотрудничать персонально с каждым регионом, которые приезжают к нам, заключают реальные контракты, не просто разговор протокола намерения, что может быть и так далее, а реальные поставки продукции. И вот как Кожемяка говорил, что ваше продовольствие белорусское очень любят. Я вам больше скажу, даже если говорить не о российских рынках. Я недавно была в Киргизии, в Казахстане. Могу сказать про Киргизию, когда я вечером гуляла, там, так сказать, у меня, я лекции читала, была приглашенным профессором, и смотрела. Очень много наших фирменных магазинов, и мебельных, и продовольственных магазинов. В свое время было, ну, это уже года четыре назад было в Санкт-Петербурге, очень много наших. Практически, вот как повернешь на улицу, особенно в центре, практически на каждой улице есть наш фирменный магазин, где реализуется наша продукция. Вот. Поэтому, да, российский рынок емок, но не надо забывать, что есть рынок ЕАЭС, с которым мы тоже сотрудничаем. Не говоря уже о том, что в ШОС мы находимся, вот мы рассчитывали, что нас примут в этом году, но, видите, приняли Иран, пока мы стоим на очередь, там тоже же очередь, не просто так прорваться. И, соответственно, открывается тоже емкий рынок. Вот у меня дипломники писали работу о поставке нашего детского молочного питания, сухого, значит, в Пакистан. И это реальный рынок. И вот моя дипломница просчитывала, делала расчеты и рассчитывала логистику. Конечно, с логистикой сейчас тяжело, потому что вся логистика была выстроена на Европу главным образом. И порты работали, и, так сказать, дороги наши, и железные, и шоссейные, все было направлено на Запад. А теперь надо переориентировать на Восток, и пути перегружены, и поэтому с логистикой возникают проблемы. Поэтому нужно вот в этом плане работать. Хотя, если говорить о сотрудничестве с Азией, то перспективы открываются через порты Каспия, через российские порты Каспия. И, соответственно, в сторону Ирака, в сторону Ирана, который выходит на Каспий, можно поставлять туда и уже оттуда везти Индия, Пакистан и так далее. Это уже более близкий путь. Ирина Васильевна, ну и, конечно, об инфляции. Конечно, мы в условиях роста инфляции, но ограничение ее планируется не более 7-8%. Что вы расскажете об инфляции? Ну, если это в следующем году. В этом году же ожидается, вроде сказали, 15,5%. Это, конечно, высоковато, но это связано же не надо забывать, что, как правило, считается инфляционный экспорт, это когда везут товары, в которые уже входят, значит, в структуре издержек повышенная стоимость зарубежных товаров. Такое имеет место быть. Это имеет место и в том числе и в России. И у нас, вы же учтите, что мы находились рядом с западной границей. Мы самая западная республика была по отношению к другим республикам ЕАЭС. Поэтому мы тоже были ориентированы туда. И то, что у нас оттуда приходит, там же в Европе тоже инфляция высокая. И те товары, которые на сегодняшний день еще идут к нам, которые не санкционны, а мы же не полностью прервали торговлю с Евросоюзом, это тоже привносит, так сказать, инфляционную инфляцию, инфляционные ожидания. Дорожает, ну вот не буду уже называть, чтобы не рекламировать ряд товаров. Я сама смотрела, что есть очень подорожавшие товары, которые привезены с Европы, а это все как бы влияет и на нашу инфляцию. Кроме того, значит, влияет подорожание доставки, логистика стала дорогой, она поменялась. Эти товары, которые близко доставлялись, сейчас везутся чуть ли не за три моря. То есть удлиняются логистические пути. Поэтому все это ясно, что оказалось, это должно все прийти в порядок. Это не значит, что так будет всегда. И поэтому вот в этом году инфляция 15,5%. Но то, что ставится 7-8, я помню, когда после 2016 года мы должны были от двух цифр инфляции, то есть там 10-11, мы переходили 9,8. И мы достигли, в общем-то, ну, кстати, благодаря денежно-кредитной политике, которую проводит наш национальный банк. Это действительно очень грамотная политика. Ничуть не хуже надо тоже похвалить и нашего председателя, и наш национальный банк, потому что он работает не хуже, чем российский национальный банк, который тоже обеспечил ситуацию, когда в России снижается инфляция при всей этой турбулентности. Добавим, что правительством совместно с национальным банком проведена работа по стабилизации ситуации на валютном рынке страны. И в настоящий момент она стабильна. Ажиотажного спроса на иностранную валюту нет. Население продало на чистой основе 145 миллионов долларов. То есть обменивают, что называется. Нет, но это, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, не очень. Когда больше продают, чем покупают, это значит, народ несет свои заначки, потому как не особо хватает доходов. Вот. Но с другой стороны, если раньше деньги собирали в валюте, и это была форма сбережения дохода, потому что люди особо не доверяли, значит, нашим сбережениям и хранили в валюте, то на сегодняшний день особо отдыхать вы в Испанию, в Италию, как раньше, не поедете. Поэтому и обмены... Да, деньги нужно тратить здесь. Кроме того, ездили вон в Литву, Литва к границе приближала свои супермаркеты, чтобы туда приезжали и покупали их товар. Ну, значит, сейчас ситуация складывается, ну, как сказать, для экономики может благоприятно, для населения, ну, поживем-увидим. Если будем иметь все эти товары, за которыми раньше ездили за рубеж, это, в общем-то, неплохо. Значит, будем тратить свои. Ну, положительно, что исполнены все в полном объеме валютные обязательства государства, с одной стороны, и при этом объем золотовалютных резервов на 1 ноября составляет 7,6 миллиардов, при запланированной цифре 7. Нет, это хорошо, это я знаю. Почему для слушателей нужно сказать, почему это важно, потому что если мы берем, государство берет кредит, то обязательно всегда интересуются, какие золотовалютные резервы у страны, смотрят, как она развивается, там, и так далее, и так далее. Поэтому резервы – это очень важный показатель для того, чтобы получить кредит. Ну, и самое интересное, что на 23-й год как раз проект бюджета разрабатывался как сценарий развития экономики. Раньше была инвариантность какая-то. Стабильность, раньше была стабилизация, и это абсолютно правильно. Но я, кстати, хочу сказать, что пятилетку, в принципе, рассматривают как пятилетку стабильности. Там даже записано в основной задаче. Другое дело, что рост при стабильности – это не значит, что мы вот застыли и не развиваемся. Да, рост будет, ну, может быть, не такой бурный, как в Китае 6%, хотя для Китая 6% – это, ну, тоже достаточно неплохая цифра, потому что какой воловой продукт Китая и какой наш продукт. Да. Ну, и вот я хотел бы, если довести, какую? Что раньше предлагалось несколько вариантов, то есть либо тот, либо тот будет использован, когда обсуждение шло, да? Сейчас совершенно точно это сценарий развития экономики, и в основу закладывается обеспечение роста волового внутреннего продукта. Нет, ну, для наших слушателей главное – воловой продукт, мы с вами говорим, мы, конечно, понимаем, реальные доходы вырастут. Вы обратите внимание на цифру, вот вверху вы называли цифры, значит, что продукт вырастет на 3,8%, а реальные доходы, обращаю внимание, на 4%, то есть заработная плата будет корректироваться на процент, так сказать, на инфляционный процент. Ну, и обращено внимание, что главными источниками роста экономики должны стать инвестиции в основной капитал. Они вырастут на 20%, это невероятная цифра. Ну, другой, да, это невероятная цифра, значит, планируются какие-то новые проекты. Вот там не прописано, какие новые проекты будут. Ну, раз на 22, так сказать, процента должны возрасти инвестиции. Я думаю, здесь знаете, что сидит? Здесь Россия нам дала на импортозамещение 1,5 миллиарда долларов. А что такое 1,5 миллиарда? Это же не просто прокушать, увеличить доходы. Это, значит, нужно закупить новое оборудование, и будут развиваться, я думаю, наши предприятия, которые связаны с электроникой, а у нас есть опыт, и было множество таких предприятий, если вспомнить. Ну, сейчас, может быть, остался в Курасовщине как... Интеграл. Интеграл остался, я думаю, что будет интеграл развиваться, вот, потому что был завод Ленина неплохой, радиоаппаратуры, был завод счетных машин, Арджиники, завод рядышком с вами, Горизонт, вот. Ну, многое позакрывалось, но интеграл, слава богу, работает, я думаю, будут вложены большие деньги, появятся новые мощности, появятся новые рабочие места, чтобы люди понимали, что такое инвестиции. Эта инвестиция, да, как бы звучит, но это рабочие места, соответственно, и работники, которые будут создавать, вот, обеспечивать этот экономический рост. Ну, и второй источник – это поступление от экспорта. Важнейший фактор экономического роста – экспорт, и нам нужно обеспечить прирост экспорта в 2,6 миллиарда долларов США. Вот, вот такие цифры, да, прирост, да. Да, действительно. Вот, это хорошая цифра, но, значит, вот, когда у нас там были проблемы с парком высоких технологий, ну, все думали, что там экспорт у нас упадет, на самом деле, вот, отчитывался директор парка высоких технологий президента, был так, меня тоже эта цифра порадовала, что практически только за этот год они достигли, ну, они, может быть, на 4 миллиарда не выйдут, но где-то близко, вот, к 4 миллиардам. Когда-то мы радовались, что миллиард был. Да, 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 что выходит на хорошие параметры роста. Поэтому будет расти, я думаю, экспорт, связанный вот именно с IT-технологиями. Запустили же ББК, белорусскую био, технологическую компанию. Если она заработает, вполне возможно, и экспорт тоже будет. Здесь надо смотреть. Вот, ну, и, кроме того, опять-таки, возвращаемся к регионам России. Вот то, что губернаторы приезжают, это же для нас экспорт, и, соответственно, раз контракты есть, значит, экспорт будет расти. Ну, и планируется инвестирование в строительство жилья, в том числе арендную инфраструктуру к нему. Второе направление вот в этой инвестиции – инфраструктура в регионах, детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комбинаты, бассейны, спортивные объекты, поликлиники и больницы, дорожные сооружения на республиканских и местных дорогах. Вот это всё, можно сказать, в этом ряду планы наши, громадьё их планов. Нет, ну, это всё хорошо, но мы с вами начинали с того, что у нас в стране, чтобы не забывали, социальная ориентация. И поэтому вот этот бюджет, который принимается на следующий год, показывает, что, в принципе, мы выдерживаем то заявление, которое у нас имеет место быть в Конституции, и мы являемся социальным государством, не социально ориентированным, подчёркиваю, а социальным государством. То, к чему вот сейчас начал стремиться Казахстан, но он только начал стремиться, вот когда Такаев победил на последних выборах, а у нас эта ситуация уже, ну, мы на протяжении многих лет являемся социальным государством. Да. Ну и наибольшая доля инвестиций, это на третьем направлении инвестпроекты и техническое переснощение предприятий. Вот то, что мы говорили, как раз это одно из направлений, которое взято за основное. Да, абсолютно правильно. Ну и, конечно, приоритетом остаётся рост благосостояния населения. Минимальная заработная плата с 1 января вырастет на 14,7% и составит 554 рубля. При росте производительности труда на до 104,7% рост реальной зарплаты прогнозируется на уровне 104,6%. Чуть больше. Это, кстати, не совсем хорошо. Это инфляционный. Но учитывается, что инфляция есть. Поэтому вот такие параметры, на которые мы должны выйти. Спасибо, Ирина Васильевна, за содержательную беседу и до свидания. Спасибо.